МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей. Все, чем запомнился этот день, расскажу вам я, Светлана Кима, журналисты информационной службы телекомпании «Утрар». Вначале коротко о главном. Через терни к знаниям родители учеников 29-й школы всеми силами пытаются достучаться до управления образованием Шимкентом. В новом учебном году школа не смогла вместить учеников 6-го и 7-го классов. Вакцинироваться или закупать жаропонижающие. Сразу три вируса гриппа грозят казахстанцам в осенне-зимний период. Пока эпид-обстановка в стране стабильная, но в связи с сезонностью ожидается повышение заболеваемости. Фермеры подделывали документы для обналичивания субсидии. Государству причинен ущерб на 24 миллиона бенге. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У каждой улицы в Шимкенте появится электронный паспорт с дефектами и ямами. В городе создают электронную базу в состоянии городских дорог. Впервые специалисты полностью исследуют улично-дорожную сеть, уделяя внимание каждому участку. Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Амир Колыбаев отмечает, что ранее эта информация существовала лишь в бумажном виде, что создавало множество трудностей в процессе анализа. Цифровые технологии должны помочь более эффективно планировать ремонт. Уже начаты. Сейчас мы уже выполнили 50% работы. До конца года хотим завершить это все. То есть будет у нас в конце года уже электронная база. Состояние дорог, сколько километров, сколько у нас без тротуара, сколько с тротуаром, сколько с покрытием, сколько без покрытия. После завершения процесса исследования анализа всех дорог города специалисты дадут экспертное заключение по выбору наиболее подходящих конструкций при строительстве. Это будет сделано с учетом трафика и нагрузки на конкретные участки дорог. В 13 школах Шимкента число учеников в разы превышает их проектную мощность. Пытаясь разгрузить учебные заведения, в мегаполисе решили возводить пристройки при них и арендовать помещения у разных организаций. Однако эта идея понравилась далеко не всем. В одной из школ родители отказались переводить своих детей из-за некомфортных условий. Как решают проблему трех сменок в Шимкенте, мои коллеги узнавали. Через тернии к знаниям. Родители учеников 29-й школы всеми силами пытаются достучаться до управления образования Шимкента. Как признается Светлана Сахнова, в новом учебном году их школа не смогла вместить учеников 6-го и 7-го классов. Наш директор школы объясняет тем, что здание при 29-й школе, где раньше были эти мастерские, они признали аварийным, непригодным для того, чтобы там были кабинеты. И мы должны куда-то идти. В школе вместо положенных 700 детей учатся почти в два раза больше. Решено было арендовать кабинеты в другом здании. Однако новые условия у родителей вызвали опасения. Узкие коридоры и помещения, общие уборные – все это стало причиной возмущения. После разгоревшегося скандала директор Майра Мамаханова заверила, что от идеи массового переселения в школе отказались. Уже разъяснительную работу провелись с родителями. Больше 100 детей уже перевелись по своему микроучастку, который по-нашему не проживает. И так получилось, что мы сейчас расписание составили. У нас посадочных мест есть, как говорится, проблемы уже решены. В новом учебном году в Шамкенте 13 школ попали в список переуплотненных. В управлении образования проблему признают. Руководитель отдела Ашербек Адзиев отмечает, что в некоторых случаях удалось избежать трехсменного обучения благодаря строительству пристроек. Однако основная надежда на национальный проект – комфортная школа. Сейчас в городе 13 школ, которые могут перейти на трехсменный режим обучения. Эта проблема должна решиться в этом году. В нашем городе обещают совсем скоро открыть новые комфортные школы. До конца следующего года по всей стране планируют создать в эксплуатацию 217 школ современного формата. В послании народу Казахстана президент отметил, что данный вопрос крайне актуален. Правительству и Акимам поручено активно подключиться к этой работе. В Шымкенте комфортные школы откроются в основном в тех микрорайонах, где ранее учебные заведения отсутствовали. Это избавит детей от необходимости ездить за знаниями в другую часть города. В этом году в мегаполисе 11 новых школ откроют свои двери для учеников. Сразу три вируса гриппа грозят казахстанцам в осенне-зимний период, рассказали санитарные врачи. Привить планируют больше 10% граждан. Для этого закупят свыше 2 миллионов доз вакцин. Грипп опаснее обычной простуды, напоминают врачи. Он может привести к серьезным осложнениям, таким как бронхит, пневмония, менингит. Самый надежный способ защитить себя – сделать прививку. Подробнее расскажет Анастасия Новикова. Отрицание, гнев, торг, депрессия, маска и чай с малиновым вареньем. Грипп может нагрянуть внезапно, и в этот момент приходится пройти все стадии. От отрицания, когда после первого чиха убеждаешь себя, что это банальная аллергия, до принятия, когда берешь больничный, достаешь из аптечки все лекарства и наливаешь себе горячий чай. При этом самое время закупиться жаропонижающими, ведь впереди сезон простуды и гриппа. Санврачи говорят, пока эпидобстановка по ОРВИ и гриппу в стране стабильная, но в связи с сезонностью ожидается повышение заболеваемости. В августе зарегистрировали больше 370 тысяч случаев ОРВИ. Гриппа в этом эпидсезоне пока не было, но в прошлом году им переболели 2088 казахстанцев. В предстоящем эпидсезоне 2024-2025 возможна параллельная циркуляция вируса гриппа типа А, H1N1, вируса гриппа типа А, H3N2 и вируса гриппа типа Б. Касательно вакцинации, для вакцинации населения Республики Казахстан, подлежащего контингента, закуплено 2 млн 207 тыс. доз вакцин против гриппа, гриппоплюс, что позволит вакцинировать 11% населения Республики Казахстан. По словам вирусолога, доктора медицинских наук Алмаза Шармана, спрогнозировать, какой будет предстоящий эпидсезон, точно невозможно. Все зависит от того, не принесет ли он какие-то новые варианты респираторных заболеваний. Но вероятнее всего, особых всплесков заболеваемости ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции не будет. Из респираторных инфекций, скорее всего, ожидается определенный рост не только коронавирусной инфекции, но и гриппа, а также так называемого респираторно-синституального вируса, который часто бывает у детей, но и в последнее время многие взрослые и пожилые люди тоже могут заражаться. При этом прививать от коронавируса в стране пока не будут. Санврачи говорят, случаев заболеваемости немного. Но если эпидситуация ухудшится, то вопросы вакцинации поднимут. В осенне-зимний период санврачи рекомендуют повышать иммунную систему, меньше посещать места массового скопления людей, проветривать окна и чаще проводить влажную уборку в помещениях. Фермерам, которые ввели в электронную базу ложные данные для получения субсидий, вынесли приговор. По данным городской прокуратуры, один из подозреваемых необоснованно увеличил объемы произведенного молока, за что получил государственную поддержку. За правонарушение его осудили на три года ограничения свободы. Владельцы остальных четырех хозяйств полностью признали свою вину и возместили причиненный ущерб. Фермеры получали субсидии по 20 тенге за каждый литр сданного коровьего молока. Тем самым нанесли ущерб бюджету на 24 миллиона тенге. В Управлении сельского хозяйства заявили, что после послания президента рассматриваются иные механизмы предоставления финансовой поддержки. В Акимат города внесено представление об устранении нарушений. По результатам проверки дисциплинарной ответственности привлечены заместитель руководителя ответственного управления, два начальника отделов и несколько специалистов. В дальнейшем все государственные средства, выделенные на субсидии, будут находиться под постоянным контролем прокуратуры. Коммунальные тарифы к концу года могут вырасти на 10-20%. Изношенные сети требуют ремонта. В этом году по программе «Тариф» в обмен на инвестиции рассчитывают модернизировать 6,5 тысяч километров сетей и снизить износ на 3%. Жители каких областей будут платить больше за свет и тепло? Расскажем в деловом обзоре. Оставайтесь с нами. Экономические новости на телеканале ОТРАР выходят при поддержке маркета «Черемушки». Аварии на ТЭЦ, порывы на теплосетях и перебои с электричеством, последствия изношенности коммунальных сетей по всей стране. Поэтому тарифы все же будут расти. В среднем на 10-20%. Но в Комитете по регулированию естественных монополий уверяют, что средства действительно пойдут на модернизацию. «На сегодняшний день то, что у нас существующий тариф, оно не полностью покрывает и достигает таких показателей. Поэтому была разработана рама тарифа в обмен на инвестиции. За счет повышения дополнительных средств, получаемых от тарифного дохода, будет направляться именно на конкретные цели». Повышение одного тарифа потянет за собой рост цен и на другие коммунальные услуги. Поэтому пока документы тщательно изучают и ждут ответы на соответствующие запросы. «Повышение электрической энергии, помимо того, что окажет влияние на средний чек для потребителей, кроме этого, также влияет на тарифы субъекта сейсмонополий, которые окажутся в услуги по водоснабжению и водоотведению. Департамент рассматривает объективность представленных документов». Эксперты же отмечают, что сдерживание тарифов все предыдущие годы и привело к такому износу коммунальных сетей. Ремонтировали их только в случае аварии. К примеру, средний возраст казахстанских ТЭЦ – 62 года. Поэтому, говорят специалисты, эпоха дешевых энергоносителей закончилась, а ТЭЦ – вообще пережиток прошлого. «Вот эти тарифы и вот это центральное отопление, оно дестимулирует потребителей экономить вообще в целом. Если электроэнергию мы хоть как-то экономим, считаем, свет выключаем и так далее, то по теплу этого нет. И, безусловно, вся вот эта модель центрального отопления, я говорю, что это, в принципе, от нее нужно отказываться, нужно переходить на распределенную газовую генерацию». Таким образом, считают специалисты, во время аварии не придется отключать весь город от тепла. А те, кто хочет экономить, смогут платить меньше и наоборот. Подсолнечное масло дорожает в Казахстане за прошедшую неделю в среднем по стране. Стоимость за один литр выросла больше, чем на полтора процента. Сильнее всего за неделю масло подорожало в Астане в среднем 751 тенге за литр. Следом идет от Рау 711 тенге. Замыкают тройку октау, там масло по 687 тенге. Наименьшая цена наблюдается в Павлодаре, Караганде и в Шимкенте. При этом производство этого продукта растет. За первое полугодие в стране произвели почти 375 тонн. На 10% больше, чем годом ранее. Так что, несмотря на сезонный спрос, о дефиците речь не идет. Казахстанские производители обеспечивают рынок на 87%. Однако повышение затрат на топливо, электроэнергию и транспортные услуги значительно сказывается на конечной стоимости подсолнечного масла, говорят эксперты. Масличные выросли в Казахстане, но на миллион гектар в этом году сократила Россия свои посевы. Это значит, об этом я писал еще весной, писал, что цена на семечку будет расти, она растет, растет цена на себестоимость. Важно учитывать, что большинство подсолнечного масла, которое у нас на полках стоит, оно все-таки не у нас делается. Рекордные скачки цен на растительное масло фиксировались в Казахстане в 2021 году, когда оно подорожало сразу на 30%. И в 2020 году тогда стоимость выросла больше, чем на 33%. Тогда сказались рост закупочных цен на сырье, неурожай в Казахстане и в мире и увеличение тарифа на воду. А что говорят сами казахстанцы, устраивают ли их цены в этом году? Я давно не покупал, даже не знаю. Ну, обычно жена ходит, но она, честно сказать, наверное, дорогая. Конечно, не радует, цены высокие. Но приходится брать, потому что больше никуда. Берем, покупаем, употребляем. Ну, цена, так устраивает цена. Ну, можно было еще цену снизить. Напомню, за превышение предельной торговой надбавки на социально значимые продукты предприниматели пообещали наказывать строже. Документ, предусматривающий замену предупреждения на штраф, скоро направят на рассмотрение в Можилис. Казахстанцы продолжают активно изымать свои пенсионные излишки. Только в августе казахстанцы изъяли более 39 миллиардов тенге пенсионных излишков на улучшение жилищных условий, что в два раза выше среднемесячного уровня первого полугодия. Не исключено, что на активность повлиял тот факт, что Минздрав намеревался запретить использовать эти накопления на лечение зубов. Однако позже от этой идеи ведомстве отказались. Внесли корректировку, что оплата будет после оказания услуг. Между тем, экономист Ануар Нуртазин объясняет рост изъятием недоверием людей к пенсионной системе. Между тем, экономист Ануар Нуртазин объясняет рост изъятия недоверием людей к пенсионной системе. И они не доверяют вам как макроэкономической стабильности. То есть они видят перспектив как минимум в стабилизации курса, стабилизации инфляции, стабилизации выплаты на пенсии. Это естественно, потому что любое накопление фондированное, фондовое накопление, оно не может быть устойчиво без экономического роста. Рост ипотечного кредитования. Но почему он у нас растет? Потому что людям все равно нужно где-то жить в первую очередь. То есть у нас нету, скажем так, экономики предложений, нету высокой обеспеченности жилищными площадями. Эксперт по недвижимости Виталий Браиловский отмечает, что из-за отсутствия масштабных ипотечных программ люди стали чаще приобретать жилье не в кредит. Банки не всегда согласны выдавать жилищные займы даже при подтверждении дохода. По пенсионным накоплениям это остатки был роскоши. Большое количество уже воспользовались данными программами. Все равно есть потребности. Люди мигрируют, люди там сходятся, расходятся. И это жизнь. То есть все равно идет ротация. У людей в недвижимости она не так ралчается. 25-10 лет люди меняют недвижимость. Прибавление семейности и так далее. Причин по сути много. Люди хотят улучшить свои жилищные условия. Изъятие средств из ЕНПФ производится и на лечение. Только в августе на лечение казахстанцы взяли 12,5 миллиардов тенге. По новым правилам, опубликованным 29 августа, для получения средств на медуслуги нужно сначала получить информацию о сумме доступных средств из пенсионного фонда. Также можно уступить деньги для лечения супруга или близкого родственника. Допускается использование средств на лечение ребенка. Для стоматологических услуг предусмотрена оплата 70% стоимости лечения авансом, а оставшиеся 30% после завершения лечения. В новом маркете Черемушки огромный ассортимент продуктов отличного качества из Европы и местных товаропроизводителей. Чаи и конфеты, соусы и специи на любой вкус, колбасы и сыры, молочные продукты и детское питание, большой выбор свежих овощей и фруктов, соки и напитки, кондитерские и хлебобулочные изделия, широкий ассортимент бытовой химии. Маркет Черемушки – это высокий стандарт качества и свежести продуктов. Ждем вас по адресу улица Жильтоксан, 20. Редактор субтитров А.Семкин Житель Шимкента, который получил перелом стопы, взыскал почти 13 миллионов от страховой компании. Ампетионерка из Костаная отсудила у автобусного парка 700 тысяч тенге. Обычная поездка для нее закончилась на больничной койке. Как часто казахстанцы получают травмы в общественном транспорте и реально ли взыскать компенсацию, расскажем в нашем репортаже. Поездка в автобусе обернулась для жителя Шимкента переломом стопы. Инцидент произошел на улице Рысколова в декабре прошлого года. Водитель автобуса после высадки резко тронулся, не закрыв заднюю дверь. При падении пассажиру зажало дверью левую ногу. Пострадавшего госпитализировали в отделении реанимации со множественными переломами. Через полгода ему дали вторую группу инвалидности. Мужчина обратился в страховую компанию, где была застрахована ответственность перевозчика перед пассажирами с заявлением о наступлении страхового случая. В компании ему выплатили максимальную по закону компенсацию почти 13 миллионов тенге. Подобный случай произошел в Кустанае. Пенсионерка получила травмы в общественном транспорте. Согласно законодательству, обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или на гражданина, которые владеют источником повышенной опасности. С учетом всех обстоятельств дела суд решил взыскать 100 в пользу потерпевшей моральный вред в размере 700 тысяч тенге. Водители торопятся и идут на обгон, чтобы перехватить больше пассажиров. Резко трогаются с места или тормозят. По словам правозащитников, в случае получения травмы в общественном транспорте, в автобусной компании можно взыскать как материальный, так и моральный ущерб. Если пассажир получил легкие травмы, можно взыскать до миллиона тенге. При получении инвалидности от 9 до 18 миллионов. В случае, если травмы оказались несовместимы с жизнью 18,5 миллионов тенге. За каждое правонарушение, за любое правонарушение можно требовать как материальный вред, взыскание компенсации материального вреда, на лекарства, на там, ну еще что-то там, не знаю, телефон у вас сломался, одежду порвали. Все это материальный вред, который можно оценить и взыскать. А моральный вред – это за нравственные физические страдания, которые претерпевает сам человек, вот как физическое тело. По словам юристов, подобные случаи, когда суд взыскивает с виновника большую компенсацию – редкость. Чаще всего это небольшая выплата в пределах 100 тысяч тенге. При этом все пассажиры общественного транспорта защищены полисами обязательного страхования гражданской правовой ответственности перевозчика перед пассажирами. Представители Народного штаба по вопросам строительства АЭС встретились с жителями Шимкента. Они провели беседу со студентами Южно-Казахстанского университета. По словам председателя партии Аманат Ерлана Кашанова, молодежь играет особую роль в обществе, и все важные решения в стране принимаются с учетом их мнения. Позже в Народном штабе встретились с представителями интеллигенции и местными предпринимателями. Они обсудили возможности атомной энергетики, перспективы развития новых производств и создания достойных условий труда. На этом пока все. Далее наш эфир продолжит прогноз погоды. Подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях Instagram, Telegram, YouTube и Facebook. Все самое интересное и полезное читайте на сайте от rar.kz. Мы ваше телевидение. Ждите новостей.